В сегодняшнем видео я покажу вам, пожалуй, один из самых топовых USB микрофонов с функцией мониторинга без задержки, подходящей для любых задач. Вы узнаете как про преимущества данного микрофона, так и про недостатки, которые, несмотря на немалый ценник, все же имеются. Кроме этого, я сравню его звук со старшей XLR моделью, притом не только на слух, но и наглядно, и развею миф о том, что USB микрофоны это что-то неполноценное, сравнив его звук с Audient Evo 4. Всем привет, с вами Джон Панч, и сегодня у меня на обзоре USB микрофон Аудиотехника AT2020USB+, который не требует наличия звуковой карты, так как у него она встроенная, и по качеству своего звука превосходит многие бюджетные XLR сетапы. Аудиотехника AT2020USB+, поставляется в глянцевой плотной картонной коробке. На передней стороне указана частота дискретизации микрофона, 16 бит, 48 тысяч герц. Например, такая же частота дискретизации у Rode NT-USB и Blue Yeti, и в целом этого качества достаточно даже с учетом последующей постобработки. Внутри коробки нас встречает регистрационная карта и инструкция на английском языке, на тыльной стороне которой можно увидеть схему АЧХ и диаграмму направленности. Микрофон упакован качественно с защитой от грубой транспортировки, ну а все его аксессуары лежат в отдельном чехле из кожезаменителя. При этом каждый из них также упакован в индивидуальный транспортировочный пакет. Это трехметровый не брендированный USB кабель без ферритового фильтра. Довольно простая металлическая микрофонная подставка, тем не менее хорошего качества, с резиновыми ножками и уплотнителем под резьбой. Кольцевой держатель микрофона полностью металлический, кроме ручки регулировки. Механизм работает плавно, без заеданий. Ну а внутри резьбового крепления есть встроенный переходник на больший диаметр. Вес микрофона без аксессуаров 383 грамма. На передней части есть два регулятора. Баланс между мониторингом и звуком системы, а также регулятор громкости наушников. Сзади же располагается порт подключения наушников для мониторинга без задержки, а также надпись Back, которая как бы намекает на то, что это задняя часть микрофона и говорить нужно с обратной стороны. Сзади, под определенным углом, можно рассмотреть тыльную сторону капсуля микрофона. Это 16-миллиметровый конденсаторный капсуль электретного типа. Подобные капсули стоят более чем в 90% всех известных вам USB микрофонов, потому что схемы с их участием не требуют наличия фантомного питания. Ну а по звуку они уже давно способны тягаться с более дорогими моделями. И нет, вы не ослышались, и нет, я не оговорился, электретный микрофон это действительно разновидность конденсаторного микрофона. Более того, электретные капсули уже давно являются нормой, и такие капсули можно встретить не только в микрофонах от аудиотехники, но и от AKG в микрофонах более дорогого сегмента. Но если вам принципиально важно выбрать электретный микрофон либо конденсаторный, то я рекомендую пользоваться специальным фильтром на Е-каталог. Здесь в категории микрофонов доступно боковое меню, в котором есть раздел «Принцип действия». Выбираем электретный и нажимаем «Показать», после чего выдача покажет нам исключительно электретные микрофоны, среди которых есть и аудиотехника AT2020 USB+. На странице товара можно найти всю необходимую информацию. Это не только лишь список характеристик, но и цены во всевозможных магазинах. А значит, с Е-каталог всегда можно найти, где купить дешевле. Кроме этого, здесь можно почитать отзывы и посмотреть видеообзоры. И что немаловажно, при помощи динамики цен отследить историю скидок, ведь история, как известно, всегда повторяется. Ну а ссылку на Е-каталог я оставлю в описании. Родную подставку микрофона необходимо собирать правильно, и чтобы она была устойчива, следует размещать треногу так, чтобы одна из них смотрела в сторону микрофона. Таким образом, устойчивость микрофона повысится, и он не будет падать. Но лично я стойки не жалую и предпочитаю все крепить на пантограф. Но прежде чем перейти к тестированию, давайте подключим непосредственно сам USB микрофон. Напоминаю, это USB микрофон, а значит его необходимо подключать в USB порт вашего компьютера, ноутбука, либо даже телефона через OTG. И в звуковые карты его вообще физически нельзя подключить никак, кроме тех карт, у которых есть встроенный USB хаб, который работает тупо точно так же, как и любой другой USB порт вашего компьютера. Да, с недавних пор такие модели появились на рынке, но на качество звука это вообще никак не повлияет. При подключении система Windows определяет два устройства, микрофон и наушники. И оба устройства имеют максимальную частоту дискретизации 16 бит 48 тысяч герц. Кроме того, в этом меню нужно будет также настроить и уровень чувствительности микрофона. Для ASMR можете установить значение на 100%, но оптимальным является 70. Подбирать же свое значение я рекомендую опытным путем, просто говоря что-либо в микрофон и меняя уровень чувствительности. На моем канале есть отдельный гайд по настройке USB микрофона, да и в принципе любого микрофона для новичков. Рекомендую его к просмотру всем и каждому. Даже если вы не новичок, возможно вы узнаете для себя что-то новое. Ссылку на него я оставлю во всплывающей подсказке. Ну а сейчас мы перейдем непосредственно к тестированию аудиотехника AT2020 USB+. Прежде чем начать непосредственный тест, давайте пробежимся по органам управления этого микрофона. У нас их два. Левый регулятор-монитор отвечает за то, как громко мы будем слышать себя в мониторинге на фоне звуков системы. В крайнем левом положении мы будем слышать исключительно мониторинг на максимальной громкости, в то время как крайнее правое положение полностью выключает мониторинг и мы слышим исключительно звуки системы. Я поставлю где-то посередине. Правый же регулятор отвечает за общую громкость выхода на наушники. Усиление же микрофона на микрофоне настроить нельзя, его можно выкрутить только в вашей системе. И свой первый тест я начну с саги про зверей на расстоянии 13 сантиметров. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным, однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Таким образом вы можете услышать, как микрофон записывает звуки сблизи и на расстоянии. Ведет он себя, как и большинство конденсаторных микрофонов, то есть он очень чувствителен на любом расстоянии. Далее я протестирую кардиоидную направленность этого микрофона, то есть в идеале этот микрофон должен снимать звуки исключительно перед собой. Но давайте попробуем развернуть микрофон в сторону. Так звучит аудиотехника AT2020 USB+, когда направлен в сторону. Сейчас я говорю исключительно в боковую часть микрофона. А вот как звучит аудиотехника AT2020 USB+, когда он направлен ко мне с задней стороной. У меня тут даже написано back, чтобы не перепутать в какую сторону микрофона необходимо вещать. Да, кардиоида тут действительно работает и максимальную громкость микрофон достигает именно непосредственно со своей фронтальной части. Но даже с тыльной стороны микрофон улавливает мой голос, потому что у меня неподготовленное помещение и отраженные звуки все равно улавливаются фронтальной частью микрофона. Для теста ветрозащиты я купил даже специальную грушу, но куда ее положил не помню, поэтому буду тестировать по старинке. Да уж, микрофон очень сильно заплевывается. Несмотря на то, что на его передней части есть встроенный кусочек поролончика, это не особо помогает. Поэтому я бы все-таки рекомендовал использовать его вместе с поп-фильтром. Идеально. Теперь я протестирую запись посторонних звуков. Самый популярный звук это печатание на клавиатуре. И с большего расстояния. Ну что ж, как и все конденсаторные микрофоны, аудиотехника AT2020USB Plus довольно отчетливо улавливает подобные звуки. И избавиться от этого поможет либо RTX Voice, либо жесткий гейт. О том, как его настроить, у меня на канале есть гайд. Теперь давайте послушаем, как микрофон пишет вибрации и удары по стойке. Ну что ж, вибрации он записывает и улавливает. Делает это не очень громко, но тем не менее имеет место быть. Ну а теперь давайте послушаем, как он пишет фоновый шум. Обращу ваше внимание на то, что у меня работает системный блок и гудит вентилятор освещения. Фоновый шум микрофона очень тихий. В принципе, на постобработке его можно даже не убирать. И это определенно хороший показатель. Но давайте теперь выкрутим гейн на максимум и послушаем, как он будет звучать в сценарии шепота. АСМР. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Так, ну как-то так. Если вас не смущает, что у микрофона один капсюль и это не стереомикрофон, то да, его вполне себе можно использовать для АСМР. В этом тесте я не использовал каких-либо обработок, влияющих на качество звука, кроме усиления громкости. Кроме этого, все мы знаем, что YouTube ужимает качество звука в своих видео. Поэтому в описании под этим видео я оставлю ссылку на Google Диск, где вы сможете скачать исходные, никаким образом не обработанные сэмплы и послушать, как этот микрофон звучит на своей системе. Но на этом тесты не заканчиваются, ведь начиная с сегодняшнего видео я буду тестировать также и АЧХ своих микрофонов, чтобы вы могли не на слух, но визуально оценить, как звучат микрофоны в сравнении друг с другом. В интернетах бытует мнение, что USB микрофоны это типа недомикрофон. Лучше купите себе XLR микрофоны и подключите их со звуковой картой. Так вот, у меня в руках аудиотехника AT2035. Это старший брат нашего микрофона с XLR выходом. И сейчас я сравню их АЧХ и мы послушаем, действительно ли они так сильно друг от друга отличаются. Для этого я буду использовать параллельную запись, чтобы максимально объективно протестировать эти два микрофона в равных условиях. Медведь был безобразным, косолапым и грязным животным. Однако добрее его не было никого во всем лесу. Но звери замечали только его внешность, на что медведь жутко обижался, ловил их и жестоко избивал ногами. Казалось бы, особой разницы между этими двумя микрофонами из разных категорий нет. По крайней мере, я уверен, немногие из вас ее услышали. Но благодаря методике эквивализации можно не только услышать разницу, но и увидеть. И нет, я не оговорился. Ролик про эквивализацию есть у меня на канале вот здесь. Если что, сейчас я пишу звук на петличку, потому что система у меня будет занята. Для этого я буду использовать плагин FAB Filter Pro Q3, которым первым делом я проанализирую сигнал USB микрофона. Ну что ж, по завершении анализа я получил АЧХ и теперь данный пресет я сохраню. Далее я переключусь на дорожку с AT2035 и повторю анализ. После чего я нажму референс и выберу AT2020 USB+. Где белая волна это аудиотехника AT2035, а красная это аудиотехника AT2020 USB+. Здесь обратите внимание, как идеально микрофоны повторяют друг друга до 2000 герц. А вот уже с 2000 герц и выше разница заметна, где AT2020 звучит уже чуть более ярко, чем AT2035. И лично мне яркие микрофоны нравятся и на постобработке я всегда добавляю немножечко верхов, чтобы звук был ярче и интереснее. Но по большому счету огромной разницы в звуке я не вижу. Поэтому покупать звуковую карту и XLR микрофон вместо USB микрофона не всегда целесообразно. Ведь бюджетные звуковые карты либо очень шумные, либо искажают звук, либо как аудиент EVA 4 ловят наводки с моего роутера. И чтобы не быть голословным, я покажу вам сравнение USB микрофона и бюджетной звуковой карты. То, что вы услышали во втором примере, называются наводки. И обычно их ловят дешевые звуковые карты в пластиковом корпусе. И несмотря на хорошие предусилители, аудиент EVA 4 как раз таки представитель дешевых звуковых карт. Вот почему, как по мне, порой целесообразнее купить себе USB микрофон, нежели дешевый XLR сетап. Хотя есть у меня обзор одного прям сверх дешевого XLR сетапа, вот в нем смысл пожалуй есть. Ссылку на него я оставлю в описании. Ну и пожалуй пора подводить итоги. И вы эй, Джон, стоп, что за фигня? Почему ты не разобрал этот микрофон? Видите ли, чтобы его разобрать, необходимо снять вот эту вот красивую наклейку. Увы, но без этого внутрь не добраться. А микрофон мне очень понравился и я не хотел бы его ковырять и портить ему внешний вид. Потому что обратно наклейку я точно красиво не приклею и будут видны следы, как я ее отдирал и вот эти вот пузырьки и прочая фигня. Поэтому я оставлю ссылку на разборку у другого автора во всплывающей подсказке. И если вам интересно, что же там внутри, можете перейти и посмотреть. Но давайте вернемся к разбору преимуществ и недостатков аудиотехника AT2020USB+. Это качественный, тяжелый, металлический и красивый USB микрофон от именитого бренда, который знает толк в звуке. Весь необходимый функционал для любых задач у него есть. Уровень собственного шума у микрофона низкий, ну а качество звука высокое. У микрофона есть выход на прямой мониторинг без задержки, а значит он подойдет для музыкантов и вокалистов. К недостаткам можно отнести 16-битный стандарт звука вместо вполне привычного в наше время 24-битного. Но факт в том, и я не выдумываю, есть исследование, что на слух разница между 16-битами и 24-мя неразличима. Поэтому по большому счету это не такой уж и недостаток. Возможно, кому-то может не понравиться USB Type-B коннектор, но лично у меня это второй любимый USB порт у микрофонов после Type-C. А вот что действительно может напрягать, так это яркий синий светодиод, особенно ночью. И отключить его можно разве что выдернув кабель физически. Плюс комплектная тренога, которая не очень устойчива, да и кнопки mute на корпусе микрофона нет. К последнему недостатку я бы, пожалуй, отнес отсутствие комплектного поп-фильтра, потому что этой модели микрофона он просто необходим, ибо его диафрагма склонна к заплевыванию при резких звуках типа B, P, особенно когда вы очень близко находитесь к нему. Но поп-фильтр штука сама по себе довольно копеечная, да и не факт, что комплектный подошел бы к пантографу, на который я рекомендую вешать буквально все микрофоны. На моем канале есть обзор довольно дешевого пантографа, ссылку я оставлю в подсказке. По большому счету аудиотехника AT2020USB это классический AT2020XLR, который по-прежнему является одним из самых универсальных бюджетных брендовых микрофонов на рынке. И его USB версия является достойным продолжением линейки для домашнего использования без необходимости покупать звуковую карту. Мне нравится как мой голос звучит в него без обработки, и в целом я могу рекомендовать его к покупке всем и каждому. Если у вас остались вопросы, не стесняйте задать их в комментариях, постараюсь на них ответить. А на сегодня у меня все, с вами был Джон Панч, всем спасибо за просмотр, еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok